Шахту Скачинского называют одной из самых взрывоопасных во всей Европе. Около шести утра здесь начали вполне привычные подготовительные работы, так называемое сотрясательное взрывание. Что это такое? Это для того, чтобы спровоцировать специально выброс, а потом ведутся работы по проходке, по выемке угля. Но больше полусотни горняков об этом почему-то не знали, и в момент выброса газоугольной смеси оставались в шахте. Проходчику Роману Гриценко повезло. Он укреплял забой вдали от опасного участка. Произошел выброс, запечатало лаву, развернуло струю, и все это пошло на нас. Что будет сотрясательное взрывание? Нет, нас не предупреждали. Младшему из семерых было 22 года. Еще 9 горняков госпитализированы, и их жизни уже вне опасности. В настоящее время все исследования и лечения в полном объеме проводятся в клинике. Ну, предварительный диаметр – это отравление металла. Почему недосмотру не оповестили рабочих, теперь на месте выясняет правительственная комиссия. Но глобальную причину трагедии профильный министр уже озвучил в Киеве. А премьер, как раз сегодня приезжавший в Донецк, поспешил заверить о семьях погибших позаботиться. Я принял решение, сейчас будет подписано распоряжение про невыкладную выплату допомоги шахтарям. Расследование глава правительства поручил генеральному прокурору и министру внутренних дел. Из Донецка Сергей Чекрыгин, Дарья Захарова, События, канал Украина.